Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И мы сегодня его с вами разберем. Нету что разберем, просто посмотрим и я выскажу свой вердикт. Он же так важен, дорогие друзьяшечки. Что ж, мы начинаем, давайте посмотрим это. Смотрим. Простите. Днем, пожалуй, с истории зарождения платного онлайна, подписок и PS Plus'а соответственно. А для этого нам нужно будет погрузиться в далекий 2002 год. Давным-давно, в далеком 2002 году, пока большинство S&G геймеров все еще играло по локальной сети в засаленных компьютерных клубах, на западе происходила революция в консольном гейминге. Тогда на игровой рынок завалилась Microsoft со своим новеньким Xbox'ом и стала подминать под себя всех конкурентов в лице PlayStation и Nintendo. Майки предлагали то, что ранее было многим недоступно – живой консольный онлайн. Напомню, что на момент 2002 года ни одна консоль не обладала сетевыми функциями, даже хваленая PlayStation 2. Потому тогда никто особо не возмущался по поводу платного онлайна и стоимости Xbox Live, ведь это было в новинку. Но уже через полгода японцы оправились от коварного удара америкосов и запустили в продажу свой сетевой адаптер, который присоединялся к второй плойке и давал доступ к онлайн-проектам, но уже полностью на бесплатной основе. Вот тогда уже люди начали думать о целесообразности платного онлайна и задаваться вопросом, а нужно ли вообще платить за онлайн? Да, нужно, потому что, дорогие друзьяшки, если вы не знали, но содержать сервера – это не бесплатно, то есть за это нужно платить деньги. То есть, чтобы вы поиграли в колдун, например, по онлайну, то вы, как бы, должны заплатить деньги, потому что Sony платит деньги, чтобы совершать свои сервера, чтобы они, как бы, не лагали, да? Как бы, не сосали, извиняюсь за выражение. Долгие годы конкуренции Sony выигрывала за счет бесплатного и качественного онлайна, в то время как Xbox продолжал игнорировать развитие технологий и даже спустя кучу лет все так же представлял обычную игру по сети, как какую-то невероятную инновацию. Все насмехались над боксом, издевались, потрунивали, но в какой-то момент Microsoft показала доходы со своих подписок, и все заткнулись. А потом, буквально через пару месяцев, в 2010 году, Sony анонсировали свою собственную подписку PlayStation Plus. Продавать воздух оказалось безумно выгодно. Почему воздух? Это онлайн, его содержать достаточно нелегко, как бы не то, что трудно, но за него нужно платить, чтобы содержать сервера, это не воздух. То есть, как бы, Sony платит, чтобы освежать сервера, а не сервера платят Sony, чтобы они их содержали. То есть, какой, почему пустота, я не понимаю. Извините. Это не воздух, это стоит денег, поэтому они его и продают. Дальше слушаем. Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не при... Что же представляет из себя PS Plus на данный момент? Каждый месяц вы заносите в PlayStation Store 500 рублей. И опять-таки, почему каждый месяц 500 рублей, если покупаешь подписку за 3000, получается немножко меньше. Давайте посчитаем, дорогие друзьяшки. Давайте примерно 3200. Примерно столько стоит PS Plus. Дорогие друзьяшки, внезапное включение. Просто хотел сказать, что сейчас на 12-месячную подписку на PS Plus действует скидочка, поэтому этот лох ещё больше проебался. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да... разделим на 12 получим 266 рублей в месяц не 500 как говорит этот молодой человек продолжаем получаете за это доступ к онлайну две игры которые не радуют издателя продажами 100 гигабайт сетевого хранилища дополнительные скидки в story и кучу всяких ништяков по мелочи но там всякие аватарки темки и простенькие скины для бесплатных и ммодра чили на первый взгляд богато столько всего за каких-то жалких 400 рублей в месяц а если сразу годовую подписку оформить да еще и со скидкой то можно эту сумму уделить на 2 вроде бы безумно выгодно но только на первый взгляд потому давайте разберем все поподробнее давайте давайте доступ к онлайн составляющей большинства игр это одна из главных привилегий ps plus а даже нет не так это главная причина того почему на него вообще подписываются был бы бесплатный онлайн и ps4 большинство бы игнорила подписку был бы бесплатный онлайн и ps4 sony был несла большие потери потому что содержать сервера это достаточно дорого извиняюсь ситуация с playstation 3 это отлично продемонстрировала если вы не знали то на третьей плойке можно было свободно играть в онлайне но была и не обязательная подписка playstation plus которая могла предложить только парочку нишевых игр в месяц и больше ничего естественно никто не подписывался на ежемесячные траты в никуда конечно вы можете обманывать себя и дальше обманывать всех вокруг и говорить о том что вы сегодня платите за стабильный и качественный онлайн без читеров до сервера которых даже нет вашей стране но скажите мне пожалуйста много ли было читеров на ps3 где был бесплатный онлайн нет их не было вообще это меня больше всего дорогие друзьяшки убила потому что если мы это убили пишем например даже по простенькому да давайте пройдемся и читер с 3 читер с лобби вот очень и очень много видео вот mv2 и battlefield 3 4 большинство очень много читеров в то время когда на четвертой плойке call of duty я играл в плане свершится без гарден бархе извините там читеров вообще в принципе не было то есть в кта 5 там нет читеров когда она пока и на ps3 их дохрена и сейчас и тогда было так что как говорится аргумент не считается молодой человек продолжаем сильное заявление да были чуваки которые играли на клава мыши были чуваки которые обузили сейвы были чуваки которые искали дыры в играх и системе ну так они и вообще сильное заявление да были чуваки которые играли на клава мыши были чуваки которые обузили сейвы были чуваки которые искали дыры в играх и системе это не 4 4 то что я показал вот battlefield код и остальные игрок это опять например в них было много читеров и сейчас много читеров система сейчас не сидят пристри потому что она устарела уже банально вот поэтому то что он говорит вот это вот сейчас это с при чем тут это вообще сумасшедший мальчик ну так они сейчас есть платном онлайне ничего не поменялось понимаете поменялось поменялось за это банят сейчас баня раньше не банили понимаете потому что бесплатно был порог низкий кода поэтому все четыре понимаете так вот на логику вообще в принципе могу можно было подумать логически но совсем ничего платный онлайн это просто вот мысль мысль нашел вас и обузить низкий порог входа поэтому много читеров в этом смысл наглость и вытягивание денег из платежеспособной аудитории купил black ops 4 на ps4 хочешь поиграть ой а тебе нужно оплатить подписку давай не жмойся мы знаем что у тебя есть денежки я уже сказал то что сервера содержать нужно деньги для этого нужны то есть вы не в воздух кидают свои деньги а на содержание серверов плюс как он дальше будет вы услышите выложи нам пожалуйста свои 400 рублей но вот если ты бесплатно скачал фортнайт в story sony просто махнут на тебя рукой мол играй спокойно и бичара мы уже поняли что бабла у тебя нет серьезно я искренне не понимаю почему бесплатные проекты не требуют подписки для онлайна а вот для того чтобы поиграть в онлайне в уже купленной мной игре мне нужно почему-то приобретать пес плюс но да ладно давайте лучше поговорим о том что по мнению многих в этом вопросе я не совсем компетентен потому что знаю почему не нужна подписка скорее всего потому что у фритоплейных игр я сейчас херни буду не сделать лучше лучше ничего говорить не буду это я не знаю почему покупают эту подписку с лихвой я говорю конечно же про бесплатные игры и скидки знаете сейчас он лютую херню начать лютую лютейшую херню начать нести поэтому стоит как говорится тюнт трудно не согласиться с тем что игры и скидки в плюсе окупают по стоимости подписку вы просто представьте вы только что купили плойку идете домой на веселе подключаете консоль активируете тестовую подписку на 14 дней и тут вам раздают bloodborne и речета а у вас пустая библиотека игр ваша радость точно не будет предела и вы сразу начнете думать о том что ps плюс это просто мана небесная где за даром отдают классные игры но вот представьте немножечко другую ситуацию у вас консоль уже с 2014 года и вы давно купили bloodborne и речета как собственно и большинство годных раздаваемых игр и каждый месяц вы получаете только дубликаты ранее купленных игр либо мусор в который вы никогда не будете играть согласитесь складывается уже совсем другое впечатление об этой замечательной подписки то же самая ситуация происходит и со скидками по подписке все самые предписи с начнется покупаете на релизе rd redemption 2 а через несколько месяцев на него кидает хорошую скидку в плюсе но вам от этой скидки ни холодно ни жарко вы уже давно прошли игру и даже забыли о ней а кто-то купит rdr 2 только сейчас по этой скидки знаете прочитаем конверсии фризер пишет венгельм они не бесплатные или ps плюс тоже бесплатно я купил паучка за 2600 rdr за три тысячи бочудок за 600 какая-нибудь из этих игр стоит 4k он он онлайн платный из-за того что они хотя бы сервера стабильные читеров нет венгельм пишет фризер я тебя поздравляю нормальные люди покупают игры на ревизе нормальные люди то есть те люди которые покупают игры после релиза не всем идите тупые и я на релизе они 4k венгельм я не вижу смысла покупать на релизе если ты конечно не купленов или мормок нам нужно покупать игры на релизе чтобы выпускать свежие обзоры или прохождение например и его мне позиция ясна а вот его не ясно то есть скидки не нужны я купил игру какой смысл ты же не давайте продолжим продолжим смотреть это вот опять выходит так что ps плюс тянет деньги исключительно из платежеспособной аудитории из тех кто покупает игры на релизе как там купил игру на релизе оплати подписку чтобы мы могли дать тебе скидку на уже купленную тобой игру зачем покупать игр на релизе если у тебя некоторые люди это типа как дополнительный бонус к онлайну что скидка на рдр который ты не купил типа вот тебе скидочка а потом еще и можешь онлайн поиграть потому что ты в PS Plus это безумие да и насчет яростной экономии и скидок я поспорил если вы действительно хотите сэкономить на новинках вам не нужно ждать никаких скидок в стори вы в любой момент можете купить бушный диск с игрой на авито или олэкс вообще бред купить диск идите еще мать родную продайте почку свою вырежьте продайте и купить себе новую игру вы чё если экономить хотите такой бред иначе начинает нести идиотизм просто а потом продать его после прохождения за чуть меньшую сумму а чё так можно было что ли но еще остается аргумент что в PS Plus раздают такие игры которые бы ты сам не купил и не попробовал но они бы тебе зашли но тут я соглашусь 50 на 50 такое действительно происходит примерно раз-два в год за последнее время мне из плюса понравилась только одна игра я кудзаки вами я давно не решался ознакомиться с этой серии игр из английского языка но благодаря плюс я все-таки поиграл ну хорошо но ради одной игры мне нужно было оплачивать PS Plus целый год я правильно понимаю за онлайн а потому что сервера стоит денег а это когда конец или плюс плюс еще и скидки понимать давайте просто посмотрим что сегодня на данный момент раздают в плюсе у нас раздают я уже знаю что раздают но у нас раздают sonic mania превосходная игра отличная игра у нас раздают borderlands хэнзом коллекшн просто две восхитительные игры этот человек не говорит то что игр говно ну то есть прошлое было раздача не очень overcooked был неплохой и the remains of edit finch вроде так она тоже была неплохая поиграл но то что тебе понравилось но это твое личное мнение извините за выражение сетевое хранилище на 100 гигабайт абсолютно бесполезно для подавляющего большинства игроков и может ни разу не пригодится за все время эксплуатации консоли абсолютно все махинации сохранениями можно проводить и с помощью обычной флешки переносить данные другую консоль делать резервные сейвы для дальнейшего убивания платины можно и без облачного хранилища ситуации когда вам может пригодиться это хранилище ровно 2 1 это поломка консоли а второе это неожиданный краш сохранения в игре в этих случаях облачное хранилище поможет восстановить данные нос вот это тоже как неплохой плюс если красница игра и что-то не сработает так как нужно тебя поможет облачное хранилище это как плюс к онлайну к играм еще к скидкам еще один дополнительный плюс счет и выебываешься тогда извините простите стоит ли вам говорить насколько редки бывают такие ситуации а больше у этого хранилища функций в принципе и нет мне достаточно часто бывало такое что игра крашилась ps4 и как тем более еще и слинка я крашились игры очень часто и это облачное хранилище мне могу не раз помочь но про все пьес плюсовские скинчики и наборы говорить особо смысла и нет они все пресные ни о чем нет конечно приятно что тебе их дают но не ради ниже на пьес плюс подписываешься да это опять-таки приятный плюс к онлайн к играм скидкам облачному хранилище не хочу использовать одну и ту же шутку приближение лица красного фильтра для подчеркивания моей злости она меня заебала и вас наверное тоже спасибо во первых пьес плюс выгоден хитрожопым руководителям компании sony и этому добродушному толстячку который построил канал на этой теме во вторых и с плюс безумно выгоден всем новичкам которые только недавно купили себе консоль еще не успели обзавестись большой библиотека игр обалденные скидки и раздачи позволят им очень быстро наверстать упущенное купить старые эксклюзивы за копейки и в кратчайшие сроки перейти к современным проектам если вы только что купили консоль не раздумывая приобретайте себе ps плюс на год я уверяю вас он будет окупаться с лихвой первое время ну а в третьих ps плюс будет выгоден тем людям что не покупают игры на релизе а ждут месяца скидок в стори и эксклюзивов на раздачах кстати говоря в основном именно такие люди и кричат о нищебродстве недовольных подпиской не замечая того какой они сами касте находится в остальных же случаях подписку берут только ради онлайна ибо хотят поиграть мультиплеерную игру которую купили за 4000 либо же игнорируют вовсе если у них консоль куплена только для сингловых эксклюзивов в итоге ps плюс это достаточно мерзкая подписка которая заставляет тебя платить за то что тебе в принципе не нужно ну а сама концепция платного онлайна это вообще бредовая штука все прекрасно знают что он ничего не стоит на самом деле именно что sony делает это достаточно дорого не так уж и дорого да в принципе как бы средняя такая цена содержать эти сервера но они это окупают играми вот как вы видели sonic money borderlands то что вот неплохие игры скидки облачное хранилище бесплатные скины всякие бесплатных игр то есть почему мерзкая платишь вполне разумную цену в год 3000 это очень мало на то чтобы играть в онлайн получать игры получать облачное хранилище скидки это очень выгодно ниже смысла оскорблять ps плюс назвать его нерзкой подпиской достаточно выгодно продолжаем а сервера зачастую содержит издатель или сам разработчик которому ты уже заплатил купив его игру до подписка прекрасно себя окупают в первые года использования консоли однако после приобретения всех интересующих тебя игр по скидоном она просто начинает сосать твой бюджет и подсовывать тебе старые чаще всего неинтересные лично тебе игры а ты все равно по привычке плачь и продляешь подписку ведь ты уже привык к абонентской плате за онлайн и деваться в принципе некуда это тоже бред скидки всегда обновляются скидки всегда разные я ждал хатлайна скидку на хатлайн месяца три то есть как бы она разнообразная можно так сказать то есть если ты хочешь какую-то определенную скидку тебя придется немножко подождать посмотри на другие игры тебе говорит соня и ты можешь покупать там не знаю например хатлайн она достаточно большая и разнообразная скидки большие разнообразные вот и провинскую плату я вообще не по привычке может и такой дегенерат что ты плачешь за то что тебе не нужно опять-таки 3000 вот это очень дешево плюс такими бонусами никакой толковой статистики по подписчикам ps плюс нет поэтому мне бы хотелось узнать у вас как обстоят дела с ps плюсом довольны ли вы подпиской и играми которые раздают берете ли вы эту подписку ради онлайны или ради раздачи игр или ради скидок а может быть вы обузите пробную подписку и обновляете каждые две недели если вам не сложно напишите про свою историю отношений с ps плюсом в комментариях что с на этом я наверное закончу видео и подведу небольшой такой итог я доволен подпиской ps плюс потому что она дешевая если братья на год я идиот потому что я брал всегда по 500 на месяц я не знаю почему может потому что я опять таки тупой и игра там хорошие скидки там хорошие хранилищем облачным я не пользовался потому что это опять таки идиот будут пользоваться вот это в принципе все создатель видео немножко не разбирается в данной теме построена на идиотских аргументах видео вот это заключение мое так что дорогие ребятушки покупайте ps плюс на год не вьюбывайтесь всего вам хорошего и веселого в жизни на при и я я и ты грязные животные так что выстворят разврат чтобы наши потные ты скорей пока варенье пальчиком ванале как макаки делаю за физкой бля программе